так всем привет всем привет всем привет напишите пожалуйста как видно как слышно меня давно не было в эфире в эфирах я уже отвыкла немножко я имею ввиду самостоятельных эфиров без гостей всем привет сегодня у нас будет эфир о тяжелых металлах это вводный эфир естественно за один эфир мы не сможем обсудить абсолютно все вопросы я планирую провести серию полезных эфиров о тяжелых металлах на этой неделе на следующей неделе то есть мы будем периодически с вами встречаться вы сможете пересматривать эти эфиры в записи вот я думаю что эфиры будут не очень большими до часа чтобы было комфортно все усваивать так отлично все хорошо видно и слышно хорошо отлично хорошо давайте тогда я не знаю правда с чего начать я хочу вам показать книжки новые я сегодня получила это новые книги энтони уильяма их 2 час вот такие это книги о мозге кстати на этих эфирах я планирую с вами делиться также и этой новой информации я постараюсь да что-то интересное из этих книг тоже встраивать в эти эфиры я надеюсь я буду успевать переводить новые материалы и публиковать и в то же время может быть что-то выносить в эти эфиры в эти дни энтони проводит челлендж посвященный как раз выходу этих книг вчера был первый день сегодня второй и он как раз зачитывает и рассказывает да некоторые отдельные моменты из этих новых книг вчера была тема посвященная нашему мозгу его статичности статичность это такое состояние как раз когда мы можем ощущать какие-то спутанность мысли да какое-то торможение снижение фокуса концентрации туман в голове то есть это состояние когда в мозге что-то не в порядке вообще там такая бурная жизнь то есть такое электричество до передачи информации передача импульсов но не всегда эта передача информации проходит качественно как раз таки из-за того что наши организмы наш мозг загрязнен тяжелыми металлами в основном да и не только другими химикатами другими ядами конечно же это все нарушает сегодня был второй день челленджа он рассказывал о эмоциональном мозге это отдельная тема я вообще планирую эти темы более детально рассмотреть тоже в ближайшие дни но посмотрим как я буду успевать также он в эти дни делится разными новыми рецептами из книги из новых книг я думаю что очень популярной будет тема шото терапии это специальная терапия такими маленькими до порциями лечебных напитков то есть это соки разные соки фруктовые овощные зеленью с микро зеленью которые можно использовать как лекарство как такую быструю но не встряску но такого возможность быстро да так поддержать активизировать мозг они очень разные тридцать штук в книгах 30 разных рецептов мы тоже будем это все позже с вами разбирать я буду делиться этими рецептами так что нас ждет много интересного сегодня у нас будет такой вводный до вступительный эфир по тяжелым металлам я хочу разобрать несколько базовых вопросов для кого-то это будет новая информация если у вас будут вопросы задавайте если что задавайте потом в комментариях если будете смотреть записи может быть на следующих эфирах будем разбирать какие базовые вопросы хочу разобрать во первых что за тяжелые металлы дам сейчас разберем список этих токсичных тяжелых металлов где они в нашем организме находятся какие проблемы они создают но это будет так поверхностно да не очень глубоко потому что проявлений очень много симптоматика очень очень обширная и об этом собственно я пишу и буду писать и уже у меня есть посты на эту тему поэтому эту тему будем обсуждать в любом случае достаточно детально глубоко ближайшие недели вот хорошо я думаю что уже все подключились так кто хотел если что пишите вопросы тоже я постараюсь на них тоже отвечать по поводу тяжелых металлов почему они представить предоставь представляют вообще до опасности и очень много вопросов о том где как да как они находятся как они выглядят и так далее проблема в том что они невидимые ну то есть нашему глазу да естественно они настолько микроскопичны что они не видны не слышны незаметны то есть до тех пор пока они начнут создавать проблемы а эти проблемы выражаются в определенных неприятных симптомах и эти симптомы очень очень разнообразные а симптоматики как я сказала я буду писать подробнее позже и уже сейчас вы можете найти до некоторые посты у меня которые многое объясняют то есть даже недавние посты о кожных заболеваниях об экземе о псориазе да мы разобрали еще в сторисе описала делала разбор по витилиго по пигментным пятнам по розоцея по дерматиту да то есть по сути все эти состояния связаны с наличием в организме тяжелых металлов то есть это и есть проявление это и есть доказательство того что в организме накапливаются тяжелые металлы и они дают о себе знать собственно проблема с тяжелыми металлами заключается именно в этом то они у всех есть абсолютно у всех есть тяжелые металлы просто разные тяжелые металлы в разном количестве в разных органах они находятся в разной концентрации да поэтому у нас у всех разные состояния разные симптомы проявления очень разные находятся они в органах дает до поры до времени нас по сути не беспокоят то есть они там есть они они создают нарушение проблемы конечно же они негативно влияют на наше здоровье ничего такого в нашем организме в нашем мозге быть не должно ничего токсичного но к сожалению до особенности нашего времени и мира в котором мы живем в том что токсина вокруг нас есть их очень много и в последние годы их становится еще больше они становятся еще более агрессивными то есть сравнивать время в которое мы живем да и время в котором жили наши бабушки вообще некорректно потому что количество токсина с которыми мы сейчас имеем дело совершенно другое то есть их больше гораздо больше и проблема в том что они накапливаются то есть у каждого следующего поколения тяжелых металлов и других токсинов больше чем у предыдущего почему потому что они во-первых передаются по наследству то есть от родителей от бабушек от дедушек мы уже получаем определенный набор токсичных металлов и других токсинов и плюс на в течение жизни мы сталкиваемся с еще большим количеством каких-то токсинов и тяжелых металлов тоже и соответственно накапливаем вот сегодня я транслировала до материалы по татуировкам это один из примеров то есть татуировки до чернила для татуировок это один из источников тяжелых металлов то есть если вы в течение жизни делали себе татуировки это не только татуировки да такие красивые рисунки но и татуаж до перманентный макияж это тоже разновидности татуировок то есть там тоже используются специальные чернила которые все они все они содержат тяжелые металлы то есть они в любом случае токсичные это значит что наш организм их накапливает то есть мы их вкалываем и они так или иначе остаются внутри сначала в коже подкожным слоем потом через кровь они попадают другие органы и таким образом они оседают в органах то есть особенность тяжелых металлов в том что они в конце концов оседают в наших органах и там накапливаются то есть они могут присутствовать в крови именно поэтому не совсем корректны до какие-либо анализы на выявление тяжелых металлов потому что анализ крови не может быть показательным анализ крови может быть показательным если вы сейчас столкнулись вот с большим количеством тяжелых металлов у вас по сути отравления тяжелыми металлами и это конечно же будет видно по анализу крови но вообще до тяжелые металлы накапливаются поэтому исследовать это невозможно то есть никто из нас не будет исследовать свою печень или свой мозг на наличие тяжелых металлов даже лабораторных исследований собственно таких практически нет то есть это очень редкие лаборатории или специальные люди ученые которые этим занимаются обычный человек такие исследования провести не может поэтому как таковых анализов данное подтверждение тяжелых наличие тяжелых металлов нет то есть рассчитывать на них да на достоверность тех анализов которые существуют нельзя анализ крови анализ волос анализ ногтей они не могут показать полностью всей картины то есть да в них будут какие-то тяжелые металлы обнаружено конечно больше меньше там у всех разная ситуация но это не значит что то то же самое да будет находиться в вашем мозге в вашей печени в позвоночнике в кишечнике и так далее желудке то есть тяжелые металлы в любом случае распределяются в нашем организме они всегда есть печени и они всегда есть в мозге и и во всех остальных органах в принципе тоже вот то есть вот этот момент нужно понять как передаются тяжелые металлы по наследству потому что это один такой весомый до фактор то есть мы в течение жизни сталкиваемся с ними получаем новые тяжелые металлы и у нас они уже есть рождения у всех у всех людей с рождения есть определенная вирусная токсическая нагрузка просто кому-то повезло больше она у него небольшая кому-то повезло меньше у него большая как это вообще происходит почему ребенок рождается уже с какой-то нагрузкой с какими-то токсинами с какими-то проблемами со здоровьем но вы сами знаете что так и есть то есть дети более здоровые без каких-либо проблем со здоровьем а есть дети которые слабые болеют часто да и проявлению очень много и дальше они вырастают тоже с какими-то проблемами по здоровью то есть все очень разные потому что во время зачатия уже обмениваются две клетки по сути мужская и женская до соединяются и абсолютно все то что есть в материнском организме и все то что есть в организме отца комбинируется соединяется суммируется и ребенок это все получает да то есть из яйцеклетки из этой микро микро дозы спермы организм нового до ребенка получает абсолютно все абсолютно всю информацию и в плане токсичности тоже и это все по-разному то есть бывает так что в одной семье двое трое детей до на состояние здоровья у детей разные почему во первых на момент зачатия состояние родителей может быть разным во вторых этот механизм ну это не так что один плюс один равно 2 до или же вот 50 процентов от мамы 50 процентов от папы и вот получилось да то есть эти комбинации тоже разные то есть бывает так что ребенок взял больше от папы меньше от мамы до или поровну вот то есть все это все по-разному вот и еще есть такой момент что печень ребенка до печень ребенка тоже в разном состоянии может находиться поэтому вся эта нагрузка проявляется тоже по-разному но суть в том что абсолютно каждый человек сейчас уже имеет достаточно серьезную и токсическую вирусную нагрузку тяжелые металлы есть у каждого с рождения поэтому актуальность в адекватной поддержки и в адекватном ежедневном детоксе есть для каждого человека то есть это важно важно осваивать эти инструменты учиться ими пользоваться и применять передаются тяжелые металлы ну и в целом да откуда мы берем так про анализ волос и ногтей я как раз сказала да тут вопрос я вижу анализ то есть эти анализы не отражают полностью картины которая в органах хорошо я потом если что вернусь к вопросам и буду их пролистывать вот когда дети рождаются скажем с какими-то дефектами да это все тоже из-за тяжелых металлов то есть казалось бы вот рождается ребенок с проблемами там даже не важно дефекты с пороки сердца до или там заячья губа или какая-то расчет расщелина то есть на какие-то другие до проблемы это по сути все из-за тяжелых металлов то есть из-за тех тяжелых металлов которые уже воздействовали на этот маленький организм внутри утробно да потому что при зачатии уже могла до произойти определенная достаточно высокая нагрузка тяжелыми металлами возможно во время беременности мама до дополнительно контактировала с этой токсичностью каким-то образом до столкнулась токсичностью тяжелых металлов то есть у нас такая ситуация ребенок берет от папы от мамы и как так как он девять месяцев находится в женском организме то конечно дополнительно да же состояние здоровья мамы тоже влияет да именно поэтому важно заниматься вопросами очищения до беременности если есть возможность конечно же да если вы только планируете беременность то это очень актуально хотя бы да может быть за 3-6 месяцев провести комплексное очищение организма с помощью медикал медиум инструментов и женщине и мужчине это будет только на пользу многие инструменты медикал медиум можно использовать и во время беременности то есть детокс поддерживать можно и нужно и во время беременности и во время кормления просто на своем уровне да поэтому этого всего бояться и пугаться не надо задача с медикал медиум в том чтобы научиться адаптировать для себя то есть есть общее у нас рекомендации это все полезно это все нужно до знать изучать читать книжек уже девять но на русском языке пока меньше конечно но все равно достаточно много сколько на русском 7 7 должно быть вот и считать и есть что до изучать материал конечно же нужно но вторая задача это учиться адаптировать эту информацию для себя потому что нас много на миллионы миллиарды информация у нас одна общая мы все очень разные состояние очень разное поэтому нужно учиться пользоваться этими инструментами вот поэтому да вот этот момент с зачатием с беременностью с отношением да к себе а к своему будущему к будущим поколениям здоровью будущих поколений это важно это имеет значение то есть мы сейчас можем начать сдвигать вот это уже до устоявшееся состояние этой сильной высокой токсичности в свою пользу то есть каждое следующее поколение больше загружено чем предыдущие мы можем это изменить то есть мы можем очищать свой организм тем самым наши дети будут рождаться более здоровыми менее да загрязненными так скажем всеми этими токсинами и если они будут иметь эти привычки иметь эти навыки до внедренные в обычную повседневную жизнь то есть такое питание такие какие-то отдельные элементы до детокса естественно станут для них нормой то это это совсем да может изменить ход истории и состояния людей которая которая может быть это очень конечно же важно потому что токсичность никуда деваться не будет будет только усиливаться то есть ухудшаться да не в нашу пользу быть поэтому важно осваивать эти инструменты хорошо дальше по поводу тяжелых металлов какие тяжелые металлы вообще есть вот сейчас как раз возьму эту книжечку здесь есть глава как раз с перечнем всех тяжелых металлов зачитаю на всякий случай вдруг кто не знает о каких токсичных металлах собственно идет речь это ртуть конечно же ртуть это самый наверное самый агрессивный самый опасный металл и мы даже понятия не имеем где в каких источниках этот металл содержится я буду больше об этом писать говорить на моем телеграм-канале тоже постараюсь давать на больше информации может быть включая то который сложно говорить здесь то в instagram потому что все это конечно жестко контролируется ртуть токсичная медь до токсичная медь как раз я ссылалась на нее в недавних постах по кожным заболеваниям потому что экзема псориаз и очень много других кожных проблем чаще всего связаны с наличием в организме именно токсичной меди медь бывает разное то есть в продуктах питания содержится полезная медь а вот во всех этих промышленных каких-то приборах там и так далее до предметах содержится токсичная медь но не только приборах предметов да то есть даже вода может быть загрязнена токсичной медью потому что она течет по медным трубам и так далее или вы едите еду из медной посуды естественно еда получает частички этой токсичной меди или вы едите казалось бы полезный продукт там огурец помидор или картошку но эти продукты обрабатывались пестицидами а во всех пестицидах содержатся тяжелые металлы и токсичная медь особенно поэтому по сути эти токсины везде вокруг нас поэтому детокс конечно же важен дальше алюминий да это тоже тяжелый металл токсичный тяжелый металл алюминий свинец кадмий барий ник никель я сейчас не буду детально описывать где это все содержится постараюсь делать отдельные посты никель мышьяк токсический кальций да то же самое есть полезный кальций из биодоступный из продуктов есть токсический кальций токсический хром стронций уран токсическое железо то об этом у меня тоже есть публикации то есть железо которое входит состав продуктов это благоприятное железо нам нужно такое железо но искусственное железо это токсическое железо это все является пищей для вирусов и это нашему организму не нужно дальше это токсическая платина титан и олово то есть достаточно большой список тяжелых металлов то есть это не что-то одно да это не какая-то медь там ртуть алюминий и так далее то есть это большой огромный список тяжелых металлов и отдельно я еще буду об этом рассказывать тяжелые металлы имеют такое свойство сформироваться в сплавы то есть они комбинируются иногда то опять таки этих комбинаций может быть очень много то есть тут плюс алюминий ртуть плюс там что-то другое до либо комбинация 2 3 4 тяжелых металлов и опять таки у разных людей все эти комбинации тоже разные поэтому и проявления тоже разные в этой новой книге есть полностью вот такие объяснения да как проявляют себя определенные сплавы например я сейчас наверно не найду но тоже постараюсь обо всем этом писать сейчас не найду наверное в общем там у энтони все это объясняется то есть например да как проявляет себя когда один металл комбинируется с другим до или один другой третий и так далее это все очень интересно но суть в том что это все есть это все есть вокруг нас внутри нас мы с этим имеем дело это все уже есть внутри нас есть проблема с тяжелыми металлами в том что они накапливаются и они сами по себе из нашего организма не выводятся то есть многие верят что выпей глину выпей циолит выпей рыбий жир что там еще не знаю какие-то масла льняные прочие натощак и тяжелые металлы выйдут нет это не так я тоже об этом планирую больше рассказывать о том чем опасны эти методы почему они не работают это все тоже будем разбирать то есть если вдруг вы совсем даст информация незнакомы во первых не пугайтесь во вторых поймите сразу что информации достаточно много так просто да эту тему вот нельзя сказать так все ребят мы все завтра выводим тяжелые металлы я быстро вам расскажу как делать вот так делаем и все выводим так не получится не получится то есть тема реальности большая сложная серьезная нюансов много вариаций тоже много но инструменты есть на инструменты есть их можно научиться адаптировать применять этому всему я тоже обучаю мой ближайший мастер-класс ноябре по тяжелым металлом то есть все особенности докса по medical medium я разбираю на своих обучающих программах и конечно же максимум до стараюсь давать и в профиле и в постах и в эфирах и всегда отвечаю на все вопросы вот поэтому с этим вопросом тоже будем разбираться дальше сейчас у вас есть какие-то вопросы сейчас есть какие-то вопросы я посмотрю что у вас здесь есть и всегда вижу все 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 уведомления кто присоединяется поэтому во первых всех еще раз приветствую кто позже присоединился но я теперь не могу увидеть вопросы потому что долго листать так есть некоторые вещи которые я в instagram обсуждать не могу да я вижу вопросы на определенную тему вот некоторые вещи во первых даже не стоит писать прямым текстом да я вот читаю один вопрос и я не смогу их комментировать открыто может быть в telegram канале я смогу больше дать комментариев по отдельным вопросам но то что нагрузка у всех с детства и с детства же мы ее можем дополнительно да вот усиленно получать да вот это тяжелые металлы до различными способами и тем что вы имеете ввиду в комментариях различными процедурами да это так то есть нагрузка тяжелыми металлами может увеличиваться очень сильно с самого детства вот почему на ногтях появляются белые пятнышки это часто говорит о дефиците цинка дефицит цинка сейчас у каждого человека есть то есть цинк актуален опять-таки для всех абсолютно но важно правильная форма цинка важен состав добавок да то есть там не должно быть опять-таки всяких токсичных компонентов токсичных каких-то вещей консервантов там стабилизаторов и так далее у меня есть посты оцинки просто почитайте старые посты вот так что еще хотела сегодня такие да вот просто базовые вопросы мы не будем делать очень большие эфиры будем постепенно рассматривать отдельные вопросы что мы сегодня обсудили что тяжелые металлы накапливаются в нашем организме они располагаются в органах поэтому их сложно идентифицировать до обнаружить потому что анализы не показательны они не могут отразить до состояния наших органов мы по сути замечаем наличие тяжелых металлов тогда когда появляются симптомы да и по сути опять-таки очень мало людей вообще понимает и знает а как проявляются эти симптомы а каких симптомах речь как проявляется вот наличие тяжелых металлов да поэтому эту информацию тоже важно изучать по сути это только medical medium информация то есть нигде достоверной до другой информации относительно тяжелых металлов и того как они проявляются как их безопасно выводить вы не найдете нужно ориентироваться на medical medium информацию medical medium это то о чем пишет энтони вильям энтони вильям транслирует medical medium информацию то есть он передает medical medium информацию все это отражается в его книгах можно найти дополнительную информацию на его сайте опять-таки в его на его страничке инстаграм в прямых эфирах там подкастах да и так далее вот по симптоматике севт сегодня да я не буду детально разбирать то что мы будем об этом писать но коротко и об этом уже сказала да это могут быть и кожные проявления это могут быть неврологические проявления как раз хочу детальнее ближайшие дни об этом поговорить то есть все что угодно и покалывания какие-то да ощущения покалывания в теле и подергивания тики судороги эпилептические судороги это все признаки наличия в организме в мозге тяжелых металлов более серьезные состояния такие как шизофрения к примеру да это все тоже говорит о высокой загрузке тяжелыми металлами любые хронические состояния заболевания которые называются аутоиммунными но естественно это не аутоиммунно это по сути вирусные заболевания то есть тот же ревматоидный артрит даже болезнь хошемота это вирусное состояние но особенность состоит в том что все вирусы используют тяжелые металлы как свое топливо то есть благодаря тяжелым металлам вирусы могут быть активнее поэтому большинство заболеваний имеет и вирусную и токсическую природу да то есть чем больше токсинов в организме тем лучше живется вирусом и другим патогенам потому что все токсины являются по сути пищей для любых патогенных микроорганизмов поэтому чем более загрязнен организм внутри тем больше проявлений вирусных может быть тем легче человек схватывает какие-то новые инфекции да они задерживаются они проявляются активнее человек может дольше болеть новыми вирусами или поднимаются так скажем его симптомы какие-то старые которые раньше не беспокоили или были очень давно а сейчас становятся более активными вот поэтому симптоматика разная и онкология и бесплодия и опухоли и кисты все это так или иначе связано с наличием тяжелых металлов да просто не только вот изолирована да связано только лишь тяжелыми металлами конечно вопросы всегда такие комплексные но есть состояние которое преимущественно связано с тяжелыми металлами например тот же аутизм дали синдром гиперативности и дефицита внимания это из-за большого количества тяжелых металлов в мозге в мозге вот и многие другие состояния то есть какие-то депрессивные мысли чувство тревожки тревоги раздражительность перепады настроения это тоже все связано с тяжелыми металлами вот об этом детальнее я буду писать вот я знаю что вопросов всегда много но суть в том что проявление есть люди просто не знают что это связано с тяжелыми металлами и что если ты будешь мягко очищать свой организм предоставлять ему то в чем он на самом деле нуждается всего этого может не быть до всех этих симптомов может не быть либо они будут лучше то есть они будут уменьшаться до состояния будет улучшаться постепенно у каждого в своем темпе но очень многие пишут о том что несколько недель несколько месяцев применения medical medium инструментов дают уже ощутимое улучшение в их состоянии некоторым требуется больше времени несколько лет но опять-таки это почему потому что наше состояние очень разное да у кого-то много тяжелых металлов у кого-то много вирусов у кого-то очень ослабленная печень очень много стресса неблагоприятное окружение в котором он живет ну даже в плане токсичности да то есть очень много разных факторов которые влияют на наше самочувствие наше состояние и будут влиять на то как быстро будет идти выздоровление поэтому важно только лишь запомнить что вам может быть лучше с помощью правильных инструментов вам может быть лучше то есть с помощью правильной информации и правильного применения этих инструментов вам сто процентов будет лучше доказательства этому очень очень много на моей странице я всегда делюсь разными историями реальных людей и и я уверена что среди зрителей эфира сейчас тоже масса подтверждений если у кого-то есть желание можете написать вот хорошо если сейчас какие вопросов нет то в принципе в принципе это все это такой небольшой эфир но если вы хотите мы можем еще до что-то обсудить я могу ответить на ваши вопросы так вот сейчас вижу до вопроса читала как один врач рекомендовал пить воду из медной кружки получается что это вредно да это вредно это вредно это токсичные металлы да это токсичная медь это ну это не нужно это не нужно делать можно заменить посуду на более экологичную то есть да тоже дерево или стекло или но есть разные материалы есть разные материалы да но медная посуда это источник токсичной меди конечно же источников токсичных тяжелых металлов много вокруг нас получается медная посуда медные украшения это один из примеров и это то что в наших силах да вот с этими всеми вещами мы можем справиться когда у нас есть правильная информация мы можем оградить себя от этого то есть есть какие-то вещи с которыми мы уже на которые мы уже не можем повлиять да все мы уже получили определенный набор вирусов токсинов при рождении мы уже не можем это изменить но то что происходит сейчас на этом и повлиять можем нам просто не хватает правильной информации мы не знаем да что оказывается медная посуда токсично что оказывается в татуировках когда в этих красителях для которые используются для татуировок тоже содержится тяжелый металл то есть нам просто не хватает правильной информации когда у вас эта информация есть вы по-другому делаете свой выбор и вы уже можете ограничить себя от оградить себя от очень-очень многого конечно нет всего да мы от всего не можем защититься есть вещи которые все равно вне нашего контроля да то есть воздух опять же который мы дышим да все то что на нас падает с неба и так далее но от каких-то вещей мы оградить себя можем сейчас тестирую новый рецепт как раз из книги сейчас расскажу я принц не знала этот рецепт но я сделал именно новый по книге сейчас быстренько покажу сегодня когда листала книгу увидела захотела сразу попробовать это кокосовая вода с порошками как раз для выведения тяжелых металлов хочу найти книжки и там еще мелис добавляется экстракт мелисы то есть я в принципе кокосовую воду с порошками и так люблю а вот мелису никогда не добавляла и сейчас добавила и прям чувствую какая она вкусненькая так тема не найду я так потому что тут так много рецептов вот такая книженца это вторая это огромная книга и половина книги это просто рецепты ладно в общем я вам уже все рассказала это кокосовая вода спирулина порошок черники порошок сока травы ячменя и экстракт мелисы от вимерже хотела фотографию найти но не вижу ладно неважно потом покажу и напишу вот это тоже какой-то эликсир для мозга то есть вот такой вот так что там еще сейчас посмотрю что еще сохраните эфир да я сохраню конечно сохраню что такое медикал медиум препараты или методика так еще раз говорю медикал медиум это медикал медиум ну по сути это имя да это так скажем торговое имя это бренд это энтони вильяма да то есть есть человек энтони вильям но мы его знаем под именем медикал медиум и медикал медиум используется да вот в таких вот разных смыслах то есть медикал медиум медиум информация я я использую часто дать такой термин это значит информация которую транслирует медикал медиум или энтони вильям у меня есть посты на моей странице про энтони вильяма и собственно медикам медиум информации то есть смотрите а ну вы не видите потому что у вас все будет зеркальном отражении то есть вот сверху написано медикал медиум да то есть эта книга и получается ее автор медикал медиум но его настоящее имя энтони вильям до медикал медиум это как псевдоним вот поэтому медикал медиум информация она огромная это по сути знания о том как устроен наш организм да почему мы болеем то есть медикал медиум объясняет причины всех заболеваний которые беспокоят людей всех необъяснимых симптомов к с которыми сталкиваются люди а также в медикал медиум вы можете найти инструменты которые помогают с этим справиться то есть инструменты оздоровления да это продукты питания это программы очищения это определенные добавки и так далее то есть это большая большая методика в которой масса возможностей то есть масса инструментов поэтому я говорю что информации много ее нужно изучать мне нужно разбираться а девять книг на данный момент уже доступно и каждая из этих книг да это огромный объем информации вот поэтому если вы новенький и вас до такой сразу очень много всего просто дайте себе больше времени на самом деле эта информация это спасение для людей это спасение для людей это та информация благодаря которой люди возвращают себе полноценную жизнь то есть очень много людей сейчас болеет до сталкиваются с какими-то страшными необъяснимыми симптомами ни один врач ни один специалист толком объяснить происхождение этих симптомов или дать решение до какую-то помощь справиться с этими состояниями не может люди ходят от врача к врачу от специалиста к специалисту и хорошо если им хотя бы не становятся хуже но очень многим при таких неадекватных действиях может быть наоборот хуже вот об этих всех нюансах как раз энтони вильям и рассказывает так читала что медный браслет восполняет дефицит меди в организме и это предупреждает от глистов я знаю я знаю я тоже во все это верила у меня тоже были медные украшения как раз таки медные браслеты для всех этих целей но это все дезинформация это неправда это неправда это все токсичная медь и чем больше токсичной меди в нашем окружении есть тем больше вероятности что будут какие-то проблемы с кожей или экзема или псориаз или дерматит или еще что-то другое поэтому это неправда медь нам нужна обычная биодоступная которая полезная она есть продуктах питания и проблем с медью вообще нет дефицита меди ни у одного человека быть не может потому что она есть во всех практически во всех продуктах ее хватает золотые украшения тоже не очень хорошо носить но качество золота может быть разное поэтому если золото качественная высокой пробы то а это не относится к токсичным металлом да и зачитывала список токсичных металлов золота там не было вот подскажите хороший магазин эко-продуктов лондоне ну я не могу подсказать какой-то конкретный магазин я заказываю отдельные позиции продуктов там онлайн да но у меня нет такого одного какого-то магазина в рекомендациях сколько спирулины нужно добавлять смузи и эту кокосовую воду я потом сделаю рецепт я потом сделаю рецепт отдельно из этой книги но опять-таки это все не строго потому что мы все очень разные и даже вот эти все общие рецепты которыми делится энтони нужно уметь адаптировать для себя потому что есть разные люди есть чувствительные люди есть очень сильно до загруженные разными токсинами люди и реакции могут быть очень разными поэтому не могу не да сказать сколько нужно кому добавлять я могу сказать сколько я добавляю но опять-таки у меня достаточно уже такой хороший опыт на medical medium я уже пятый год применяю эти инструменты эту информацию в своей жизни в своей практической деятельности я также обучаю так как применять эти инструменты как пользоваться этой информации я провожу обучающие курсы поэтому знаю точно что все все очень разные да и нужно учиться внедрять эти инструменты в свою жизнь постепенно потому что одному человеку будет например хорошо да от одной чайной ложки другому лучше начинать там с одной третьей или даже одной четвертой а я например да могу при не принимать очень много то есть я уже пятый год пользуюсь этими подсказками этими инструментами и мой организм уже адаптирован да к высоким дозировкам многих продуктов целебных продуктов и добавок поэтому очень не люблю да так давать какие-то рекомендации потому что когда человек не владеет вот этим всем пониманием да а просто повторяет или копирует не всегда хорошие результаты получаются то есть нужно стараться как то действовать для себя до с пониманием того что происходит именно вашем организме как реагирует ваш организм какими другими ягодами можно заменить чернику в смузи от тяжелых металлов у меня есть об этом пост самый лучший вариант для замены черники это ежевика ежевика можете найти у меня в постах есть об этом отдельная публикация так применяя информацию о выведении тяжелых металлов во время беременности поможет ли это ребенку внутри да поможет единственное сразу да хочу предупреждать о том что вот просто слепо следовать каким-то рекомендациям рецептом не стоит то есть и я да не знаю до вашего состояния поэтому именно поэтому я провожу обучающие программы и вот комплексно все эти рекомендации инструкции даю на своих мастер-классах применять смузи пить сок сельдерея лимонную воду можно при беременности до этого зовут знать достаточно но учиться адаптировать эти инструменты эту информацию для себя тоже нужно поэтому конечно же это помогает ну подумайте логически вы очищаете свой организм в нем становится меньше токсинов меньше опасных веществ значит ребенок который находится внутри вас уже получает меньше вы не сможете его полностью очистить от тяжелых металлов к сожалению просто потому что они так быстро не выводятся на это требуется время если вам обещают какие-то программы какие-то методики выведения там за одну процедуру за один курс это не работает это неправда так невозможно тяжелые металлы это очень агрессивные вещества во первых он их у нас много они у нас сидят глубоко в органах то это опасные вещества печень руководит процессами детокса и она никогда в жизни не допустит чтобы какие-то опасные действительно смертельно опасные вещества просто так курсировали по нашему организму да и выводили все открыли открыли очищающий какой-то канал и все выводим такого не будет то есть печень контролирует процессы детокса и выводит тяжелые металлы и другие токсины по чуть-чуть аккуратно да так чтобы они не вредили другим органам там не влияли на важные процессы поэтому это по сути стиль жизни до детокс это не какой-то такой краткосрочный забег это на марафон длиною в жизнь поэтому тоже нужно понимать что во время беременности вы все равно полностью да все не сделаете но то что вам доступно то что вы можете делать конечно же нужно делать и нужно пользоваться этой возможностью это помогает это работает это именно то что мы можем сделать и это то что нужно делать как раз тошнит от спирулины вот видите вот как раз вот эти все примеры да они важны все эти нюансы важны от какой спирулины от какого количества и так далее есть нюансы у меня есть посты о спирулине почему не каждая спирулина подходит, там действительно могут быть токсины, могут быть нейротоксины, и, конечно же, из-за этого может быть тошнота, вот, то есть это токсина может, спирулина может негативно влиять на нервную систему, поэтому качество важно, да, вот эти все нюансы тоже важно знать. Волосы выпадают на лице прыщи, тоже от избытка тяжелых металлов. Ну, не совсем, хотя тяжелые металлы на самом деле на все процессы так или иначе влияют, просто потому что они снижают иммунную систему, да, просто потому что они, конечно же, нарушают работу всех наших органов, и печени, и мозга, и надпочечников, и так далее. Но в основном волосы выпадают, потому что происходит какая-то нагрузка на надпочечники, это самая распространенная причина, да, это может быть какой-то сильный стресс, это может быть хронический стресс, но это может быть и вирусная инфекция, и тяжелые металлы, потому что они все вместе, да, ослабляют, скажем, надпочечники. На лице прыщи разные, да, то есть у меня есть отдельный пост про акне, это связано с бактерией стрептококк в лимфатической системе и в печени, это все выражается, да, вот в таких прыщах, но, возможно, у вас что-то другое, опять-таки, я не знаю. Поэтому это все, да, это обычный микс, то есть обычно у людей разные симптомы, и если разобраться, то получается, что и определенная вирусная нагрузка у человека есть, и определенная бактериальная нагрузка, и какие-то токсины. Тяжелые металлы всегда являются пищей для этих патогенов, то есть вирусов и бактерий. Поэтому если вирусы, бактерии активны, значит, они получают какую-то подпитку, да, и тяжелые металлы являются одной из таких вот подпиток, да, это не только тяжелые металлы, и другие токсины, и токсичная еда тоже подкармливает, да, всех этих патогенов, но тяжелые металлы тоже. Так, спасибо за ответ, применяю более двух лет эту информацию, иду на ваш курс очередной. Прекрасно, я очень рада, очень рада. Так, спасибо, Анна, благодарю за ваше ценное время. Очень спасибо за ваше сообщение. Тошнит оцинка. Видите, вот кого, всех тошнит от чего-то своего, да. Я знаю, оцинка тоже часто тошнит. Опять-таки вопрос, что за цинк? Можно просто пробовать меньше дозировку, либо принимать в другое время. Бывает так, что после еды, если принимать, то не будет тошнить. Как вы относитесь к диодональному зондированию? Помогает ли для очистки от тяжелых металлов? Нет. Ну, как может эта технология помогать для очистки от тяжелых металлов? Смотрите, тяжелые металлы у нас накапливаются в мозге, в печени, в кишечнике, в костях. В поджелудочной железе, в желудке. Как диодональное зондирование может избавить от этих тяжелых металлов, которые находятся в разных частях нашего организма? Нет, все эти методики не работают. Во-первых, они не работают. Во-вторых, они очень часто агрессивные, стрессовые. И это только ухудшает состояние. Вам могут говорить, что это работает, но это не работает. И вы можете убедиться в этом по своим симптомам. Если ваши симптомы не проходят или они возвращаются, о чем говорят очень многие люди, то это и является самым главным подтверждением, что все ваши тяжелые металлы на месте. Если у вас есть приступы, я не знаю, депрессии, агрессии, какого-то необъяснимого гнева, суицидальные мысли, экзема, псориаз, вирусные какие-то заболевания, долго держатся и так далее. Это все, по сути, и подтверждает наличие тяжелых металлов. Поэтому смотрите, оценивайте свое состояние, свое состояние, свои симптомы. Это главное доказательство. Но все эти методики не работают. Если, опять-таки, мое личное отношение, то я считаю, что это зря потраченное время, деньги. И в лучшем случае, да, то есть это риск. Риск, потому что в лучшем случае ничего не произойдет. Но, скорее всего, произойдет, и просто не сразу люди ощущают последствия. Вот. Так, ну хорошо. Я думаю, что для первого эфира по тяжелым металлам достаточно. Я постараюсь не затягивать и послезавтра провести еще один эфир. То есть мы, скорее всего, примерно в таком темпе будем с вами встречаться довольно часто. Просто два-три раза в неделю я точно хочу делать эфиры, отвечать на ваши вопросы и разбирать какие-то отдельные темы. Да, еще раз напомню, я постараюсь внедрять во все эфиры информацию из новых книг, поэтому не пропускайте их. Задавайте мне вопросы. Если вам непонятно то, о чем я рассказываю в сторис, в постах, в роликах, да, обязательно задавайте вопросы, и мы будем повторять какие-то моменты, которые вам непонятны. Потому что действительно информации много, ее не хочется принимать, да, часто, потому что, ну, неприятная она. Но это не значит, что ее нужно игнорировать. Все равно каждый на своем уровне может что-то сделать. И кто-то будет более активным, кто-то менее активным, но эта информация все равно полезна, да. Правда не перестает быть правдой, если вы просто закрываете глаза и прячете голову в песок. Она есть вокруг нас, и нам нужно быть осведомленными. То есть вот это знание, это, по сути, ваша защита, да, ваше оружие, и вы можете этим пользоваться. Это знание бесплатно, оно доступно каждому, и это уже влияет, это уже определенным образом вас поддерживает и в чем-то успокаивает, в чем-то, наоборот, да, укрепляет и так далее. Хорошо, хорошо. Так, ну все, вижу вопросов нет, да, подготовьте рецепты из книги. Хорошо, подготовлю. Тут рецептов очень много, но вот я опубликую иногда рецепты, да, а лайков и так далее не очень много всегда. Поэтому хочется, чтобы вы тоже больше поддерживали, делились моими постами, сохраняли их, комментировали, потому что мой профиль сейчас, ну, прям очень сильно в каком-то то ли бане, то ли что показывают мало, сториз люди смотрят мало, а информации много, и мне обидно, что она не доходит. То есть я делаю сториз, я трачу на это несколько часов, а их почти никто не видит, да. Я делаю ролик, иногда видят, иногда не видят по-разному. И то же самое с постами, и со всем остальным. И реально тяжело получается. Но я постараюсь, я думаю, что мы как-то с этим справимся. Хорошо, все, всем приятного вечера. Спасибо, что вы пришли. Для многих уже позднее время было. До новых встреч, увидимся с вами позже. Надеюсь, послезавтра я сообщу в сториз, поэтому не пропускайте, и будем дальше разбирать какие-то важные вопросы. Как раз в следующем эфире хочу рассказать, что происходит в мозге, да, как эти тяжелые металлы нарушают передачу информации, передачу импульсов, почему возникают симптомы, да, что они там делают. Вот немножко подробнее поговорим об этом, и потихонечку, да, освоим всю эту тему. Все, пока-пока, и до новых встреч. Продолжение следует...